...болевание. Каждого, кто сталкивается с шумом в ушах, волнует один вопрос. Можно ли это вообще как-то вылечить? Прямо сейчас узнаем ответ на этот вопрос. Я бы хотел пригласить в студию нашего эксперта. Андрей Александрович Тяжетник, врач-миролог, главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения, поддерживающий медико-самитарной помощи взрослому населению, кандидат медицинских наук. Андрей Александрович, доброе утро. Но ведь вот у каждого, вот даже у меня, я помню, раза два было, когда вдруг шумит, в каком мухе шумит? Значит, такая шутка была, помните, в детстве? Да, в таком боку-то говорил. Ну, неужели вот у вас на граждане шумела в ушах? Шумела, наверное, у каждого. И это может быть проявлением какого-то функционального изменения, когда ты приземлился на самолете или там очень быстро подпрыгнул, да, то это проявляется в виде такого кратковременно появляющего шума. Но в целом это, конечно же, достаточно тревожный симптом. И если это состояние постоянное, то это требует детального разбирательства. Вот здесь у нас, собственно, шум в ушах. И предлагаю посмотреть, какие же факторы могут его спровоцировать. Начнем мы с внезапного повышения артериального давления. И действительно, это достаточно тревожное состояние. И не только при внезапном повышении артериального давления, но и вообще на фоне высокого артериального давления у человека, у пациента может быть шум в ушах. И поэтому, конечно же, в данном случае целесообразно и следить за давлением, и тем более избегать вот этих вот скачков. Ну и естественно, в таких ситуациях необходимо посещать регулярно поликлинику, проходить диспансеризацию, а если артериальное давление уже подтверждено, то находясь на диспансерном наблюдении, регулярно принимать соответствующую терапию. Еще один значимый фактор – это серная пробка. В данном случае, конечно же, если пациент попал к вотариноларингологу, доктор выявит эту проблему и, соответственно, сможет оказать полифицированную помощь. Еще один фактор, который провоцирует шум в ушах – это патологии мозга. Это может быть через мозговая травма. Это может быть, например, при опухоли головного мозга, одним из ранних таких симптомов. Это может быть, например, после перенесенного инсульта или транзиторной ишемической атаки. И в данном случае нужно сказать нашим пациентам, что нельзя легкомысленно относиться к различным травмам, тем более травмам головы. И, естественно, если у тебя после какой-то травмы появляется такой симптом, как шум в ушах, это требует незамедлительного вращения к врачу и уже дальше соответствующей диагностики. Следующее заболевание, которое может проявлять себя шумом в ушах – это атеросклероз. Ну, естественно, сосудов головы и шеи. И более того, это может быть не только атеросклероз, это любые сосудистые поражения, это могут быть различные проявления дентсопатии, это в простонародье построхондроза шейного отдела позвоночника. Он тоже может вызывать нарушение мозгового вращения.